Когульский суд заслушал дела шести человек, задержанных во вторник после нескольких обысков, проведенных в Камрате, в штаб-квартире территориальной организации партии «Шанс». По итогам, судьи решили, что два человека должны остаться под домашним арестом сроком на 30 дней. При этом ещё один человек проведёт 30 дней в изоляторе, а ещё троим не разрешён выезд из страны. Представитель блока «Победа» Василий Новак отметил, что они в корне не согласны с решением суда и намерены обжаловать его. 30 дней примитивного ареста дали Александру Данилову, 30 дней домашнего ареста дали Евгении Ламбантовой и 30 дней домашнего ареста дали сербиную любовь. Остальным дали просто подписку о невыезде. С утра перед Когульским судом собрались активисты блока «Победа» с требованием освобождения задержанных. Присутствующие скандировали с плакатами в руках и требовали справедливого правосудия. Сегодня наших коллег незаконно обвинили в противоправных уголовных делах. Мы заявляем, что наши коллеги ни в чём не виновны. Они являются честными гражданами Республики Молдова. Они не совершали никаких преступлений. Наши адвокаты будут это обжаловать. Мы ждём наших коллег дома. Их ждут их родные и близкие. Блок «Победа» будет поддерживать своих коллег. Это всё Мая Санду. Все её слушают, потому что все боятся потерять работу. И из-за неё все страдают. Пришли поддержать наших граждан Молдовы, которых незаконно задержали. Сегодня их, завтра нас. Поэтому незаконное решение. И мы думаем, что правосудие вынесет правильное решение, освободят наших женщин. Представители власти пока не прокомментировали акцию протеста в Когуле. Напомним, что во вторник сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуратуры задержали шесть человек после обысков, прошедших в Камрате, в штаб-квартире территориальной организации партии «Шанс». По сообщению НАЦ, обыски прошли в рамках дела о незаконном финансировании, отмывании денег и фальсификации финансовой отчётности. Ведомство сообщает, что в результате обысков, проведённых у шести фигурантов дела, были изъяты денежные суммы в леях и иностранной валюте, накопители информации и десятки банковских карт. Хотя в заявлении Национального антикоррупционного центра не указана обнаруженная сумма, судя по опубликованным снимкам, она незначительна. Шесть человек были задержаны на 72 часа в изоляторе инспектората полиции Когула. Председатель партии «Шанс» заявил, что офицеры НАЦ ворвались в офис возглавляемого им формирования по приказу представителей правящей партии «Действия и солидарность» и президента Майя Санду. Национальный антикоррупционный центр, ПАС и президент отказались комментировать заявление.